здравствуйте дорогие мои друзья ну вот видите великолепный чудесный южный южный лес недалеко от моря ну море там ниже наверно где-то километр километр горного склона который покрыт вот этими лесами видите не ветерка раннее утро птички поют звуков цивилизации почти нету вообще великолепно великолепное место для практики нашел по такую полянку такое место которое земля чувствуется отсюда идет вот этот вот поток источник где-то вдалеке видите все-таки раздается тут же самолеты пролетали это вдалеке значит все равно чувствуется цивилизация присутствие человека ну друзья мои даже даже видите и говорит о не хочется ну ладно сегодня дорогие мои хочу поговорить с вами про богатыря последнее время на него достаточно серьезные нападки с разных сторон буквально вчера мне прислал видео что приехал на поменять масло в своей машине и обнаружили у него какие-то специально какие-то там картонки бумажки что-то такое навернутое напихали ему в радиатор еще куда-то там то есть осознанные какие-то действия на вот чтобы чтобы видим у него там с машины что-то произошло чтобы она закипела потому что он живет на юге жарко а еще там тайным образом перекрыть радиатор и означает доставить ну хотя бы небольшую до неприятности да вот так вот паразиты реагируют на казалось бы что такое что там богатырь ну чего-то там заявляет да некоторые не понимают смеются говорят что-то он там непонятно чем занимается там турецкого султана гоняет землю свою чистит видите как бы считывается считывается что начинают его даже вот такие мелкие бытовые гадости но хорошо от чужих бывает знаете вот эти ведьмы кружатся и так сказать те кто притворяется своими притворяется чтобы нанести удар этого тоже достаточно возле богатыря не буду вам говорить там какие вот эти тайные перипетии но богатырь подставился под удар и вот эти волны идут и он отражает их отражает очищает свою землю эти человек на своей земле которые задумываются не только вот о том месте где он живет городе армавире но и земля-то непростая знаете земля краснодарская там ох как много черного колдовства как как и здесь любят любят эти паразиты знаете хорошие красивые курортные места так чтобы богатырь стоит на страже всегда вот это вот есть баланс противодействие знаете ну добро и зло а хотя кажется а еще кто-то скажет а счет и взял что богатырь это добро да может быть это наоборот какой-то злодей как вот расставить полюс вот мне сегодня там помните был у нас такой древний древний противный тролль михаил он все время ну как бы нападал на меня но это так ничего я его уже давно заблокировал и заблокировал наверное уже там в тысячный раз потому что все время там под разными никами там михаил там 500 сейчас он уже там михаил там 1000 какой-то и ну кто утихает то то я заблокирую не потому что он так сказать ругался на дядюшку мистика там каким-то образом выискивал какие-то недостатки а за то что он живодер на в своих этих он всегда говорил что надо восхищался живодерством что надо там котов собак птиц давить и при этом причислял себя к так сказать к воинству какому-то что он в церкви входит молится что он добродей а вот значит стрелять ворон замечательно уничтожает собака котов это вообще великолепно то есть вот такой вот тоже он считает на себя хорошим человеком да но вот живодерство как раз друзья мои вам простить невозможно поэтому вызывает просто омерзение отвращение и вот вот два полюса к примеру да вот вот так вот кто из них добро кто зло вот богатырь который ну как бы защищает каждую травинку там жучка паучка там при но переносит через дорогу или вот этот вот так сказать богомолец михаил который между прочим очень внимательно как я понимаю смотрит каждую каждую передачу выискивает какую-то мелочь ведь это привязан видимо кармически привязан наверное какой-то из из тех из тех бесят которых дядюшка мистик прищемил когда там ну и сейчас в общем-то дорога его 1 дорогу в преисподнюю он это понимает и пытается затянуть собой спачкать своей грязью как можно больше людей вот вам выбор богатырь либо либо вот этот вот как кого назвать кто вам приятней скажите на милость да и у меня однозначно вот этот плюс и минус расставляется я понимаю понимаю чувствую искренность искренность богатыря который без гордыни без совершенно искренне подставляет себя по даже под насмешки какие-то потому что говорит настолько очень чистым языком что многие не понимают и говорят ну ты там вообще фантазер ты чё чё ты делаешь вообще зачем да он показывает красоту наслаждается миром защищает как может свой свой город может из свою области свою страну вот тот человек который оставляет после себя разрушение смерть и мерзость и при этом тоже считает себя значит таким чистильщиком мира вот они 22 так сказать как в советском союзе говорили два мира два детства говорили что в советском союзе детство такое хорошее значит а мы считали что американские дети ну вообще на воду растут конечно детство у советских детей было все таки наверное посчастливее чем чем сейчас потому что сейчас действительно несмотря на то что он много каких-то там много техники все остальное стали ли счастливее дети я этого не заметил наоборот много болезней много страхов гораздо больше чем было тогда но время время идет все меняется ладно драгоценные мои давайте ответе начал рассуждать учет в разные стороны меня возит в этом в этом лесу помедитировал поговорил с духами почувствовал хорошо драгоценные мои пока счастливо